Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! У нас сегодня начало лета, рядом со мной Вячеслав Спиридонов, дядя Слава, многим известный. И у нас сегодня большая тема про банные веники, как собирать, как связывать, какой веник, для чего. У нас здесь очень много веников, поверьте, вокруг, и мы по ним, по всем пройдёмся. Дядя Слава, это один из лучших парильщиков в Чувашии. Ну и говорят Москвы уже. И Москвы. Говорят, люди говорят. Помимо этого, он продолжительное время работал в музее. В каком? В Чувашском национальном музее. Научным сотрудником научно-экспозиционного отдела. Но дело в том, что я днём работал в музее, а вечером я отдыхал в бане. Так получается. И он будет сочетать вязку веников к примерам из жизни чувашей, татар. И разных, всех народов, которые, ну не всех, которые, почему, потому что есть информация только та, которую мне давали. Отлично. Есть информация, например, у утиков в бане. Не знаю. Ну, это попозже, да. Сразу. Веников у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В восьмом расскажем. Дядя Слава ещё расскажет нам о жареном пиве. Но это пока будет тайна. Да. И самое главное, то, что Слава работает сейчас в банях Алексеева. Что такое баня Алексеева? Это самая лучшая баня. Да, Юрий Владимирович, который, собственно говоря, делал эти бани, он прям не просто любитель, он прям сердце, он горит весь, как и весь коллектив в бане. Прежде чем начать, давайте мы так сделаем. Будет тайм-кодек к этому видео, чтобы по веникам можно было сразу посмотреть, где какой веник. Я постараюсь это сделать. И у Славы, для нас, для нашего канала, Юрий Владимирович, большое спасибо, передали какие-то подарки. Что там? Так, что? Фирменные шапки. Лучшие шапки. Шапка это не для понтов. Это шапка для защиты головы. В ней парилки большой температуре, комфортно. Мы сделаем обзор, кстати, вот такие шапки, они у всех профессиональных парильщиков. Законодателем мод, кстати, был как раз Слава. Мне понравилось, вот и пошло. Да, это меховая чувашская шапка. Прям огонь. Про мыло мы тоже, кстати, поговорим, когда начнем тему березовых веников. Потому что мыльно-березовый массаж это прям огненная тема. И ребята из бани Алексеева вот выпускают свое профессиональное лучшее банное мыло. Это не реклама, это не продакт-плейсмент. В этих банях я был неоднократно. Мы проводили там чемпионат. Бани огонь. Это брелок банщик. Ух ты. Круто. Вот он с вениками. Точно. Это сатуре стоит как раз на входе. Да, огонь. Спасибо. Я прям... Блин. Юрий Владимирович, спасибо большое. Честно, не видел. То есть Слава держал в секрете, пока все это вез. Крафтовое пиво. Бани Алексеева. Ну, честно, там много-много разных сортов. И оно очень... Не скажу, что вот именно как бы реклама алкоголя, там еще что-то. Оно вот просто хорошее. Сегодня после бани попробуем. Ну, его не надо пить бедрами. Ну, понятно дело. Зачем? Понятно. Это для того, чтобы просто жажду уторить. Короче, ребят, кто не был в банях Алексеева, туда. Честно говорю, не продакт-плейсмент. Это... Можно открыть? Уважай, конечно. Мне вот нравится, когда вот заходишь в зал. И вот такие звуки. Культура общественных бань, она отличается от семейных, от коммерческих. Поэтому не надо сейчас писать, а алкоголить. Общественные бани – это мужской клуб. Это липа. Веник шикарный, мягенький, неженький. Когда переварится, немножко даже вот полежит на листе. Пать еще есть, ну, типа мед такой сладкий. И, кстати, вот у многих народов липовый веник с светом использовался перед свадьбой. Друзья, мы начинаем с липового веника. Слав, когда лучше собирать липовый веник? Липовый веник хорошо соберет, когда он цветет. То есть мы его собрали пораньше все-таки? Да. И надо же показать, что угодно. Надо будет снимать-то. Значит, и вот его вместе с светом собирают. Его сушат тени. Липа у него лист очень нежный, мягкий. Например, у Чуваш его использовали. Мне как бабушка говорила, внучек не было. Только внуки говорят, эх, внучек нету. Я бы сейчас ей попарил там вот липовым веником. Ну, для коз веники готовили. Метелки, чтобы они для этих козлят весной. Вот, говорит. Я говорю, а что у нас нельзя что-то там у вас? Дело в том, что, оказывается, потом, значит, у разных народов, либо это больше всего, как женское. Липовым веником парят девушек, чтобы у них кожа нежная была. Потому что он склизкий такой. Ну, да, когда он размокает, он выделяет склизкий. Склизкий такой, и вот он по телу покрывает, и оно вот кожу лечить, чистит, ну, как спа, получается. Вот они его насыщают кожу разными маслами, кремами, когда можно просто использовать пилипу. Кстати, в Тверской области, Нижегородской, Чуваш и Морийцев, так, у татар, у которых, одни говорят, нет, другие, да? То есть, где в традициях, перед свадьбой, есть бань. Мужская, женская. Ну, то есть, обрядовые. И невесту парят липовыми вениками, чтобы у нее тоже кожа нежная была. Ну, там свои обрядовые уже. Это уже, наверное, другая история. Дело в том, что вот у нее, получается, у липа. Одна сторона и две. То есть, вот, изнаночная. И вот то, что вот на солнце. Лучше, конечно, естественно, на солнце. Который раз. Вообще, веньки делают, готовят все по-разному. Но принципы у всех одинаковые. То есть, вот, естественно, мы же не будем вот этим нижней стороной. Стороной бить по телу, да. Значит, ответственно, нужно будет сделать так, чтобы парить вот так. Что хорошо. Вот у липы она растет лапой. И можно вот такие большие венчики делать. То есть, там уже не двумя руками будешь, а как бы двуручным мечом работать. А просто вот, Лёгонька. Для чего? Вот стол берут. Некоторые вот сразу набирают, набирают, набирают. Сразу быстро-быстро. Ну, это нужно показать. Хочу показать, как, не имея опыта, в руках собирать вот веник из веток. Как легче, и как лучше, и как вот сделать так, чтобы совсем хорошее сделать. То есть, венички, то есть, ну, вот, мы наломали. Теперь у нее разные. То есть, одна ниже, другая короче. Ну, это все большая. Соответственно, получается, внутрь, в середину веника. Один большой, два, три. Потом, значит, листья, чтобы покрывали другие листья. Ну, давай, пока. Вот ты прямо оставил. Потом, значит, еще. Потом, значит, вот здесь. И вот, получается, как рыбья чешуя, нижняя, то есть, которую накладывают, они накрывают верхние. Чтобы вот так быстро-быстро научиться, ну, опыт нужен. Опыт у нас. Ну, все бывают. Давай собирать. Собирать, веник. Давайте по размеру. Сортируем. Нарезали. Так. Вот. В камеру не видно, присаживайся. Так, вот теперь длинный к длинному, средний к среднему, короткий к короткому. Каким лучше веником парить? Смотри, для чего? Вот липа для чего? Ну, кроме как обрядов. Ну, во-первых, она так сама по коже хорошо. Ага. Ага. Ну, могу сказать, что вот после травяных веников, после всех веников, ты там в парилке потеешь. Вот растерли, а у тебя пот-то гонит, он не впитается. Ну, впитывается мало-мало-мало. Чтобы эффект, вот, качество веника было. То есть, напарился, весь ты покрылся вот этим. Выходишь, не проливаешь, не вливаешь там, в речку не прыгаешь, а просто постоял, отдышался. И вот это начинает, когда ты остываешь, начинает питывать с кожей. Ага. И вот тогда-то, вот оно полезно. У нас на сайте есть разделы энциклопедии. Там много написано. Откуда много как упасть? Так, давай, собираем. Не нужен. Уже рукоятку должны сделать. Мы вернемся, когда будем делать березовый. Потому что это вот здесь. Все-таки основные это березовый и дубовый. Ну, так я считаю. Вот, раз. Значит, теперь вот эту веточку положим чуть-чуть сюда. Эта веточка. Вот так. То есть, открываем. Угу. Эту веточку. Оставляем пока. Так, коробки, вот эти вот, сереньки, сереньки, сереньки. Так. Вот сюда. Покрываем. То есть, вот смотрим, которым сверху положили. Ага. Потом вот здесь. И вот среденький еще один. Вот так. Идет, идет, идет. Веточки не видно. Это здесь вот в сторону укладываем. Теперь второй венчик. Вторую сторону веника. Да. Вторую столбочку делаем, получается. Так. Это. Смотрим. Чуть-чуть вот закрываем. Что уж не нужно. Это потом на компостную яму. Или потом расскажем, что можно с этим лицем делать. Это вот. Я все-таки считаю, что липа, это все-таки вспомогательный веник. Потому что классика, это два дуба, две березы. Береза, дуб, да. Это вот как раз самый распространенный. Маленький пошли. Держи. Если честно, мы хотели про дуб и березу рассказать. Но как зашли в лес, я славу еле остановил. Потому что он сейчас чуть-чуть плывел, сейчас на веники перешел. Рябину. Но она еще пока еще рано ее видел. Из рябина тоже веники делают. А когда? Сейчас пока еще лист у нее не совсем хороший. Вот когда лист покрепче будет, тогда можно будет. Так, это тоже береза. Вот короткая у нас еще осталась. Так, береза. Тоже береза. Топлита там еще короткая была. О, о которой оторвал я. Вот она. Липа. Вот ее вот так закроем. А эту вот так закроем. Здесь. Вот примерно здесь. Вот они на край ставим. Здесь еще можно вот досочку прибить. С такими зубцами. И вот. Один формирует. Один рвет. По размеру раскидывает. Второй, значит, человек по выкладывает. На край вот этот доски стоит. Сложил. Третий завязывает. Можно даже есть завязки такие вот. Нажал, наступил. Придавил, завязал. Но завязки уже потом покажу. Так, вот это вот сюда. Так, вот обкаточка здесь. По длине, чтобы они одинаковые были примерно. Так. Вот здесь. Это уже идет формирование ручки. Рубить мы ее не будем. Мы ее аккуратно с фикатором забираем. Теперь очень интересно. Получается так. Так, взял. Два. Сложил. И получается. Вот она. С одной стороны. Та. Которая парит. И вот с другой стороны тоже. Которая парит. Все. На сушку ее завязать только один раз. Одну завязку. Вот здесь. А завязку делать только одну. Почему? Потому что если сделать толстую рукоятку. Значит толстую рукоятку. Большую. Такое. Три раза завязать сразу же здесь. И если значит будет не очень хорошая погода. Как сегодня немножко влажная. День, второй, третий. Вот здесь внутри. Там. Появится плесень. Потому что ветки сжаты. Воздух там не гуляет. И он может просто испортиться. Нет. Он будет с ножом уже красивый. Но варим. Как заварил. Откуда запах плесени. Нет. Можно ее ничего. Может чувствует кто-то. Может вообще ее не почувствовать. И вот здесь внутри. Там между этим веток. Вот те листья. Которые сейчас вот плотно стали. Они. Можно заплесневеть. Почернеть. И даже когда веники покупаете. Вы можете потихонечку глянуть. Как они там внутри. Ну вот это. Поэтому здесь почти готова рукоятка. Здесь завязываем констриктором. Это название латинское. Констриктор. В древнюю рыбу говорит. Руки завязывали. Те, которые овец стригли. Овец срезали. Или там веники вязали. Значит. Кто занимался альпинизмом. Вот этот узел знают. Значит. Его знают под названием стримя. Например. Его знают под названием, например, овечий узел. Потому что в общем тренинг вот так завязывают. И стригут их. Потом раз. И развязывают тоже легко их. Это один из самозатягивающих узлов. Это уже потом на камеру сделаем. Поплотнее немножко сделаем. То есть раз. Вот ее. Если лыковая завязка. То это стримя. Если вот шпагат, который тюки вяжут. Он скользкий. Лучше констриктор. Потому что он может распутаться. То есть я до... Давай. Ну кайта есть? Подержу. Здесь вот близко. Не затягиваю. Это на хранение. То есть на сушку пока веник. Значит. Взяли. Вот этот. И затянули. Все. Контрольный сверху не вяжем. То есть это пошло на сушку. Это зависает. После того, как оно высохло. Значит. Взяли. Посильнее подтянули. Потому что он высохнет. И уже контрольный завязали. Вот он. Да. Ну да. Прошу прощения. Что он такой не пушистый. Пушистый у нас будет вот такой. Здесь пушистый. Да. Они не стали снимать липу. Жалко. Да. Жалко обдевать. Честно. Бессмысленно. Пока не принесла. Вот. Кстати липы еще очень вкусно дышать. Вот. Прохладный липовый веник. Под дыхание. Когда вы паритесь в бане. Вот мне тоже очень нравится. Свообразный запах. Свой. Да. Свой запах. Но именно когда там. Не брунки. Как это называется у липа. Цвет. Липовый цвет. Да. Когда липовый цвет. А. Вот. На Волге есть. Деревня. Село. То есть. Кушниково. Вот. Родом оттуда. Там. Мария Николаевна. Рассказывала мне вот как раз про липовый цвет. Про мед. Мед. Говорит. Ты знаешь. Говорит. Вот именно липа. Когда она цветет. Да еще мед занесешь. Да медом растрешь. Ах. Вот. То есть. Она уже сразу переживает. Как это хорошо. Как это замечательно. Почему? Потому что. Именно пахнет медом. И ты вот липовый мед еще занес. Но это больше для женщин. Все-таки мы как-то. Поза у нас грубее. Не знаю. Ну в принципе. Оттуда я узнал. То есть. Я буду говорить. Все-таки откуда эта информация вышла. Пришла. То есть. Вот. Про это сказали. Про то что бабушка говорила. Что вот. Девочек парили. Что кожа нежная бывает. И от этого узнал. Потом значит. А деревня. Ягрушка. Не есть такая. Там их несколько деревень. Истратова. Вот. Мне очень много-много рассказывала. Именно обычаи. Там с бабушкой. То есть бабушка ее воспитывала. И она очень много-много интересного. Вот мне рассказывала. Например. Что оказывается. В конце бани. То есть бабушка ее. Сготовила веники. А веники готовила из. Ивняка. Который корзин притут. Где-то она где-то около 20-30 веников на зиму готовила. После того как они попарились. Помылись. Окатились водой. Воду. Там трава опускаются. Тоже это тоже отдельная история. Уже. Какие травы. Отвар. Ополаскиваются. Она брала. Грит. Это веники заваренные. Которые они лежали. Парилась ими. И выходила уже на предбанник. Чтобы обсохнуть. Я говорю. Почему? Я говорю. Не знаю. Кому? Опытным людям позвонить. Спросить. Я говорю. Так и так. Врачам звонил. Врач говорит. А что ты хочешь? Ага. Там говорит. Аспирин. Ацетилсоциловая кислота. Слав. Вопрос. Вот у нас тут. Немножко. Выскочил. Да. Выскочил. Можно ли отломить? Можно. Но не сейчас. Да. Хорошо. Вот допустим. Она высохла. На дубе расскажем. Она высохла. Все. Значит посмотрел. Поглядел. Если можно отломить. То отломить до следующей. Почки. Ну то есть когда все формировал. Это могу сказать. Что это косяк. Сразу горе. Значит до следующей. Сейчас отломить не получится. И лучше отрезать. Прямо сейчас. До следующей почки. Которые ниже всего винич. Плюс еще. Почему-то. Пошла мода. На стриженные виники. Обрезают. Торчит уже. Ну красиво. Я вот не люблю когда виники стригут. Да. И начинаешь парить. А работаешь кончиками-то. Вот видишь. Сразу говорю. Вот постригли бы. Но сразу стал бы красивый. Да. А вот сейчас не постригли. Значит. Сразу видно к всяке. Когда вот листья останутся. Вот эти которые остались. Их просто сушат. Потом в кофемолке перемолол. И получает такая зеленая масса. Которую можно использовать для натирания тела. Для скраба. Да. Ага. Это липа. И липу, и дуб, и березовые листья. Кстати. Некоторые банщики. Которые не работают индивидуально. Это делают. Ну вот все. Профессиональный секрет рассказал. Проболтался. Проболтался. Можно еще знаете как сделать? Холщовый мешочек сделать. На самом деле. Второй секрет. О котором все молчат. Холщовый мешок. И зоопарку сделать. Ну мешочек сформировать из холщины. И в кипяточек его. И у вас взвар получается. Которым можно обливаться в бане. То есть. Именно для. Да. Полезости. Полезительности для кожи. Нет. Еще лист не готов. Да. Хорошо не рвали. Голыми руками? Да. Голыми руками. Почему? Без перчаток. Без рукавиц. Из брезента. Чем-то. Да и дело-то что она мягонькая. Она еще не такая колючая. Не такая кусачая. Дело в том что. Вот когда она зацветет. Цвет бросит. Тут иголки вон такие жесткие будут. Хоть пинцетом удерживать. Будем как после кактуса. А сейчас она мягонькая. И не кусачий. Ничего. Нормально все. Ох. Так. Вот молитву читают. Когда крапиву собирают. Мне Саша Зыжинск. Вольный батюшка. Рассказал. Я записал. И. Забыл. Потому что если каждый день я крапиву собирал. Тогда да. Можно было бы запомнить. Вот я увижу в следующий раз. Обязательно спрошу. А может сейчас через канал спросим. Пусть он напишет. Саша. Вольный батюшка. Напиши. Какую там. Поговорку говорят. Когда крапиву собирают. У нас есть еще один веник. О котором тоже мало рассказывают. И это первый весенний веник. Которым можно смело париться. Для суставов. Да. И он из крапивы. Крапивный веник. Дед Слав. Он у тебя под левой рукой. Давай по нему пройдем. Ну крапива тут вообще. Это классика. Значит. Будучи. Когда учился на инструктора по туризму. Обучали. Был такие профсоюзы. Объединенные. Сейчас называется облсовпрох. С облсовпрох. Значит. Был зачетный поход. Должны были 120 километров пройти за 6 дней. Это обязательно с очевками. У нас тренер. Доходим до озера. Он что-то посмотрел. Поглядел. Убегает. И приносит тахавку. Маленький вот такой крапива. Доволен-довольный. Бросил. Ребят. Вот попробуйте. Расчет. Она же курица. Снимает. Тогда еще снег. Лед. Ножки сполоснул. Возой. Холодный можно сказать. А потом по крапиве. Походил. Попробуйте. Интересно стало. Тоже так же. Походил. Ноги. Летят. То есть. Вот то что. Вот иголки там по подушке. Отработали. Ноги как-то взяли. И усталость прошла. Да. Усталость меньше намного. И можно было дальше идти. Крапива вообще это. Такая вот. Трава. Она очень полезная. 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 У меня в деревне, например. В детстве когда. Азанья. То есть бабушка. Азанья она значит говорила. Если ты увидел крапиву в новенькую. Маленькую. Вот эту. Которую весной. Если значит ты ее вот эту возьмешь и съешь. Ты будешь в деревне самую сильную в этом году. И вот значит мы с старшим братом ждали когда там появится. А вот она вылезла. И ели эту крапиву. Правильно? Выражен здоровый. Да. Весенняя крапива она до цвета не колется. То есть ее можно... Нет. Она колется. Приятно она колется. Приятно. Нет. Лицо мы ее натирать не будем конечно ее. Но этот веник он одноразовый кстати забыли сказать. Это веник одноразовый. То есть его я не знаю я даже сушить его не пробовал. Вот пока весна свести крапиву не начала. Я детей раньше... Первый подрос. Второго напугал. Третьего напугал. А те кто уже прошарены они уже смеются над предыдущими братьями. Которые убегают от крапивного веника. Когда крапиву собирали вот сейчас. Я вспомнил историю. Где-то в середине 90-х годов. Вадим Москвич рассказывал. Что вот баню не помню какую. Что к ним в баню в общественной бане приходит дяденька один. Значит и у него в январе, феврале всегда крапива свежая. Он говорит да продай. И еще что-то. Он никому не говорит нет это не надо. То есть не продам. Ну давал кому-нибудь. То есть не подмышленный. То есть подарил. Но чтобы специально продавать нет. Где он берет? Ну кто-то шутил что ему там привозят с другого стороны. Значит зимового шара. Оказалось. У него просто тепличное хозяйство. И он там выращивал. И каждую неделю он парился крапивой. Потому что у него болели суставы. И пока вот неделю... То есть в субботу попарится. И всю неделю он там выходил нормально. То есть он как. Потом ну крапиву-то вот например... Его кстати не надо большим делать. Не надо. То есть вот да. Он действительно... Я чуть больше делал. Я наверное еще парочку добавляю. То есть он у меня всегда где-то примерно вот. Вот такого размера. Вот давайте я вот так вот покажу. Все. Этого достаточно. Потому что им не парят. Ну в смысле вы им пару не наберете. Он одноразовый. И вот у нас грубо говоря получилось сразу два веника. То есть взял. Попарился. На распаренное тело. Не обязательно. То есть некоторые говорят что нужно опустить кипяток. Кипяток не скажешь он превращается в мочало. В тряпку сразу. И кстати да. Когда в кипяток опустите сразу мочало. И они начинают ветки ломаться на стыке горячей воды. Ну около рукоятки они сразу начинают ломаться. То есть не надо ничего делать. Сполоснули прохладной водой достаточно. Вышел. Похлопал себя. То есть можно вот так. Можно вот. Чтоб Боленький не кусался. Я делаю знаешь как. Я делаю по паре. Ну у детей нежная кожа. И если. Ну они привыкли. Если их кусанет. Они говорят. Ой. Подкусывают. Потом сразу берешь березовый веник. В паре его нагнал. Чтобы он разогрелся. И березовым веником снимаешь как раз таки. И колки будешь. Да. И они растираются. Вообще никаких последствий. Я вот. Ну грубо говоря. Вот у меня двое мелких. Три-четыре года. Они как бы его не боятся. Они над ним уже. Тоже ржут. Кстати обратите внимание. Еще тоже. Крапивный веник нельзя. Очень сильно затягивать. Потому что вы его сломаете. Дай пока. Ну не надо. Он сейчас то у тебя может и не сломается. Сломается. А мы его просто порежем. Я констритор начал лезать. Кстати. На чего раз в музыке. Вот этот узел называется. По разному. Сург-теве. Овечьий узел называют. И есть такой космак. Космакщихи. То есть. Узел космака. Вот этот. Он этот который. Он для крупных веток. И вот этот. Интернет давай ковыряться. Искал искал. Нашел. Оказывается был какой-то хан. Космак. Где-то там на Алтае. Может и в честь него был назван. Может быть. Не знаю быть. А так он. С тремя. Его там. С тремя завязкой. По разному называют. Нет. Кстати. Вот это. Вот такой же узел. Вот именно с тремя. Который. Проезжая через. Между. Лыскова и Воротынцем. Там купили веники. Дубовые. Хорошие. Значит. Нормальные. Прям вот. Лыком перевязаны. На трассе. Когда уже попарились. Мне любопытно. Каким узлом завязали. Ага. Вот как раз таким узлом завязали. Да. Кстати. Женщинам тоже нравится. Потому что лист очень мягкий. Он такой пушистый. Пушистый. Прям как у клю. Клен. Понятное дело. Что он пар забирает. Крапиву вы пар не заберете. Не нужно поднимать его вверх. Ну. Бессмысленно. Для пара. Очень мягкий веник. Это что касается крапивы. Артрит. Артроз. Что еще? Конноартроз. Да. Страшный валютер. Кстати. Вот эти веники. Ну и подагра тоже. Подагра. Занимаемся осветлением леса. Так что? Вот так лучше не брать. Вообще клен. Можно без секатора собирать. Хорошо ломается. Немножко клютки такой. Веточки подходящие. Ну что вот. Вот это подойдет. Это сюда еще растет. Для детского пойдет. Берем наши кленовые веточки. Ох какой прям шикарный веник получается. Да. То есть это как раз таки то дерево, которое очень хорошо захватывает пар и опускает его на тело. Но оно не предназначено чтобы бить. То есть бить то можно. Ну без смысла. С подушкой так. Да. Да. То есть это вот прям одеяло пара опускает. В отличие от как раз таки дубового веника. То есть дубовый лист он тоже достаточно большой. Опускает пар. Но он крепкий. И соответственно им можно дубасить, колбасить. И вот это тоже. Но если парилка будет температура высокая. Если там будет обжигающего пара специально некто делает. Начинает париться и вот этот лист нагревается. И он приклеивается к телу и обжигает. Некомфортно. Некомфортно. А еще вот если хотите узнать что за вкусный. Запах. То есть взять. Несно. Растереть в руках. И понюхать. Вот такой запах будет. Когда мы будем заваливать. Кстати мы. Еще будет лайфхак. Мы уже где-то видео его говорили. Как определить зимой хороший веник или плохой веник. К этому вернемся про дубы. У меня тот веник есть. Который уже там 2-3 бани пережил. Специально оставил под эту съемку. Дядя Слав. Вяжем веник из клена. В тень зашли. Вот смотри. Вот веточка. Значит если мы начнем парить. Вот здесь они переломаются. Ну тут есть. А вот здесь вот один растет. Возьмем ее отдельно. И выбираем. Вот такие же. С длинным черешком. Получается. И с большим листом. Листом. Мы можем сделать веник. Каким образом. То есть набрали. Просто их сложили. И получается вот такой веник. Который никогда не раз выпьется. Не упадет. И можно начать даже им похлопать. Маленький. Плюс еще. Вот такие маленькие веники. Если сделать. Они сейчас получится у нас. Детские сделать. Ну здесь да. И ребенку дать. Нравится мне вот. Очень плен. Чем? Первый. Он одноразовый. Можно сказать. Если похлопать. То пошлепать. Можно второй раз. Ну лучше один раз попарил. И все. И когда люди. Много. Ты одного человека попарил. Выкинул. И гена должна быть всегда. То есть чужой. Когда я веник взял. Одного попарил. Например. Потом второго. Потом третьего. Потом четвертый. Вот этот пот. Гонишь. 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 Да. Я споласкиваю. Да. Я шпарю на каменьке. Ну все-таки лучше. Для каждого. Иметь свой веник. Ну. В семейных банях. Обычно. Два веника. Три веника. На всю семью. Но в общественных банях. Все-таки лучше. Ну да. Один веник. Один человек. Два веника. Один человек. Да. Два веника. Один человек. Особенно. Вот когда у нас. Когда я увидел вкусный пар. Бани Алексеева. Как делают. Мне понравился. Потому что я делал по-другому. Я просто брал веники. И махал над людьми. Всем которые сидят. Такое пахало. И качество лучше. Круто еще. Взяли веники. Показываешь. Там смотришь. Там вот я так делаю. Берет веники. Значит одного похлопал. Второго похлопал. Коллективный парень называется. Снова пост снял. До другого положился. То есть коллективный обмен потом получается. Ну. О прям. Смотри. Немножко близок. Три ветки. Уже сформирован. Огромная крома просто сформирована. Вот. И вот пошел там. Собрал. Во-первых он ломается хорошо. Быстро собирается. Быстро делается. Ну тоже. Давайте вот сюда. Держи. Думаю уже делаю здесь уже. Вот. Хороший веток. Вот. Смотрим. Лисики убрали. Это мы потом соберем на вот раз. Так. Вот. Чертого не то. Вот давайте мы его сюда всеединку поставим. То есть ты формируешь в любую сторону. Да. Веника. Ну как и любой веник. Да. Одну сторону. То есть видно что нет. Не видно этих черешков. Не видно. Порочек. Дубок. Этот дубок. Нравится мне то что он легенький. Он много пара берет. Но. Его нет в продаже. Почему? Потому что. Вот. Для перевозки очень хороший. Вот. Одну сторону. А в Кавказке почему? В Кавказке есть. А это уже тот который вот с собственниками листиками. Это североамериканский. Да. А североамериканский. Дуб североамериканский. Да. Его кстати сажали. Сажают его. И сажали. То есть для. В степях. В степных зонах. Чтобы суховей. Зимню не ободрал. Не съел полностью. Так. Это что у нас. Так. Это на ту сторону нужно было. У меня уже один собран был. Не нужно стремиться делать веники тяжелыми. То есть пытаются сделать огромную рукоятку на минимальной листве. Бессмысленно. Хороший веник он всегда легкий. Он уже хороший. Как долгун. Да. Как припечатал. Почки сразу как отбил. А потом сказал. А что это у тебя случилось то? Да. 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 Согласен. Проферма. Да. При формировании. Смотрите. Потому что иногда бывает все таки. Проскакивает какая-то веточку. Сучок. ну вот который лучше подрезать что он вот здесь вот который будет торчать да да и нужно есть торчащие листья не на абсолютно не нужны можно там его мягкий его можно вообще убрать это похоже положить положим это тоже чуть попозже положим а вот это уже сейчас положим потому что мы сейчас отсюда начинаем листьев выкладывать я свой вот уже маленький собрал то есть буквально совсем чуть-чуть веточек видите да совсем малень маленькое количество веточек но листва доходит прям коротенькие пошли коротенькие пошли уже веточки сюда уже поближе к рукоятке еще одну тут да тут мы конечно не пожадничали много его что тоже хорошо можно еще добавить мы его сейчас прижмем другим листом вот эти два листа которые будут торчать в разные стороны они уйдут в рукоятку и не вылетят не и сломаются он тебя прям сверх пушистым получилось старался вот лишний пока вязал покрепче он был держать все-таки у меня вот съехал в сторону так давай завязывай этого достаточно я думаю кстати одно время стяжками этот пользовался пластиковыми собираешь веник пластиковую стяжку хоп но потом отказался от этого удобно быстро вязать удобно сушить но когда придешь в баню вот этот пимпочка где он затягивается не очень удобная штука получается то есть неправильно отрезать этот который торчит можно и паре это проткнуть себе руку поэтому в случае видите буквально 67 наверно веточек и веник готов слава для меня веники делать я для детей вот такая вот штука у нас получилось и две завязки соответственно вот здесь тоже подрезают чтобы не а кстати вот тоже обращал внимание еще на на дубе покажу меня на готовом когда подрезают вот так вот по кругу чтобы не поцарапать и дубом еще делают массаж как бы ручка должна быть удобной то есть она не должна царапать массаж я первый раз увидел прокатывали слав смотри сейчас очень хорошо видно на камеру очень длинная ручка то есть в процессе неудобно будет пользоваться она может сквозь по человеку какую длину вот так вот укорачивать по ладони сколько если мы берем ладони обычным чтобы не поцарапать вот так да но вот это а тупая тебе и когда близко близко тоже неудобно да вот к давайте сделаем завязку сейчас еще одну и посмотрим потому что вас длины рукояткой тоже есть плюс можно даже вот такой длины рукоятки пать сейчас же заодно покажу чем сильнее я держу тем лучше руль ноги займя руки забились все забилось все понятно может уже парить не может уже сил нету дождите не мог у него попали по почему потому что он куда фаль на лицо себе гонит типа он нет ребенка тоже когда ну человек тоже ребенок там жену парит там у кого потому что папа всегда пальцы и начинать на себя ну поставьте в руку так жар сюда жар обратно на себя не идет парни будешь не перегреваешься а то лицо аж парит себя пока парит вот раз второй самый распространенный это вот так рука пошла так она идет то есть не заморачиваться но как упадет там все что там на так схватить так хоть все рука на сама схватит сама пою но это тогда когда ты имеешь опыт самой ну да и успеть же ну да не я даже про рукоятку да смотри схватил подкинул упал подкинул упал а вот сейчас покажу то что к тут мало пока вот ты будь вот паришь вот так ты ведь кисти растянул после тебя никто повторить не может хочу посмотреть вот значит нет раз рука раскрылась век сам упал то есть подкинул то есть не нужно его даже держать сильно поднял для этого пойдет здесь не поцарапаешь это происходит вот открытая ладонь ладони выступает просто как которая маятник дома вот точно да и веник как маятник у вас просто упал вот в этом месте получается все держать не обязательно очень сильно естественно чтобы не отлетел к ниппо не упал на плот держишь держит получается так чтобы он не поцарапал коллеги до какого времени собирать можно среди на лето я в августе в августе но тогда когда уже вместе уже пожелтере уже смысл она у нас летится и вот когда листья желтые набираешь вот таких больших которые уже смог формировались китов к ней который там набрал их всех вот и никаких так и красоту здесь получается в том который желтых листьев не обязательно делается веник с ветками он делается из самих листьев то есть вот принцип собрал здесь завязал чтобы вес имел все-таки набираешь побольше листьев и получается здесь перевязку сделал побольше листьев и получается вот и не осыпется почему потому что сам лист один звезда но вот такой вот тоненький вот это очень тяжело завязывать обычно это детям есть малярный скотч круг дел все круг дел все насчет химии не знаю но во первых это легко сделать но и детям весело и завязку не обжигает ничего он сильно одноразовый даже он сохнет хорошо все малярных причем сделал ребенка отдал ребенок пошлёпал и счастье что он сам то есть у папа большого веник потому что ему надо трехлетний мальчишка поднять она они как раз повторяют или говорят я сам я сам вот чтоб я сам не сломать вот папа большим веником пальца вот тебе вот вот тебе то есть ему два трехлетний мальчик вот еще здесь достаточно мы отклонились от темы по ручке то есть если ты говоришь что он ладошка должна закрывать комель ну то есть берешь чтоб тебе было удобно и вот так вот наверно отрезаешь можно отрезать то есть чуть там где начинается вязка листва ли листа чуть пониже взяли на один палец не вот так вот где-то отрезали как раз где у тебя сейчас завязкой есть так и отрежу и проверим насколько будет мне комфортно так срезали проверили абсолютно нормально то есть вот я держу веник вот могу также могу также то есть я его контролирую эту ручку можно взять вот так ну можно взять тогда и парик на насколько кленовый веник одноразовый если будет большая температура он будет один одноразовый лист свернется и все кипяток засовывать нельзя ни в коем случае его вот снял где он висит холодную воду положил хватит очень хорошо на пару на пару то есть если открытый камень к взял его сделал неплохо получим получится в этом специально запарники для веник кстати по поводу а как и хранить потому что многие а вот прямо сейчас вот на этом венике то есть связываешь их вдвоем и подвешиваешь куда-то на чердак или ты делаешь пресс хранишь их так как правильно сохранить веник когда ты его сушишь привезли веники березовые хорошие веники это где-то года четыре или пять назад в одной бане работал там то есть не в бане алексеево в бане алексеево самый лучший веник кстати контроль который привозит веники всегда парильщики наши кто там свободен спускаются вниз этот автовик который привозит осматривает веники и только после этого их мы забираем то есть удобно работать неудобно работать людям удобно дадут и кстати ни разу вот это пасовщик плохой плохи веники не привозит дело в том что первое быстро быстро сушить на сено выложили на чердаке там не начали темно наверху лежат сен или солома лучше всего вот их выложили они завяли а потом доской прижали до обеда под железной крыши она полежит потом взяли их переложили здесь мокрое место осталось доску перевернули положили сороковку например и они потихонечку сохнут за три-четыре дня но это по железной крыши когда солнце хорошее если мы вот взяли это веники сушить растянули веревку и повесили море прижат хорошо здесь воздух не дышит но распорочку поставить на поэтому лучше на жерде жители стиши потом подвязывать так чтобы вот она подвязку не срезают и получается она вот так берег 2 здесь такой что же делают потом по одному вешают есть еще делает это из проволоки крышечки которые вот тоже хорошо держит и не прикасаются и друг дружки плюс еще вот здесь вот нет шпагата толстого-толстого когда вот так же с тременем завязали с тременем или констриктором оставляется вот такие как кончики завязываешь и они вот полиэтиленовая нитка который пике завязывают друг дружку оставляют вот эти узелки эти узелки держат весят нормально отпускаешь его веник чтобы не завязку нет не обязать вот она так делается это видел цивилизгом районе одного мужика потом что еще здесь по сушке если вы с прессом это в основном с прессом пользуются те которые куда-то поставляют отвозить кленовый веник при перевозке когда он пересохший очень хрупкий не ломается поэтому открытого веник он хорош тем вот баню у тебя здесь и вот тут же они хранятся то есть снял тихонько положил он все клевер есть еще полевой клевер который маленький ой когда он цветет берешь этом а я здесь не знаю можно ли нет как и насчет экологии раз и высасываешь мед вместе с жучками там которые третьими меду питается тоже так очень плюс еще когда вы слушаешь его как вот там женщина бы сказала травами занимается хочу клюнуть зачем кину зачем нужен-то смотрел молодой ты воли вот станешь старше нужно будет а как же вы спать будешь то есть оказывается как-то используется для мужиков про традиции чувашей жареное пиво обещал вам сказать ты мне про баню рассказывал и после бани тоже делают и даже в бане кстати пекут ну вот я тебя вот расскажи расскажи про пиво про пиво то есть берешь камешек который с каменки который вот раскаленный две кружки взял бросил в пиво а и вот улана роя боющие рычащие пиво то новой еще получается и сильно к напиваешь и вот когда вот она горячая выпиваешь и тепло пошло нет ты не пьян там градуса 23 до всего-то домашний пиво то она не крепкая ну когда повседневного питья она кисленькая хмель дает сам хмель он там много-много разных аминокислот которые полезны саму хмели плюс еще салат салат сам по себе он много всего который вот плюсов дрожжи который вот на 100 нормальный пивные не дни не те которые там тима сейчас право кашку давай свою тему пью так виник которым нельзя париться можжевельник да промаженник немножечко расскажем то есть можжевельник это вине которым прокатывают вы уж извините что он у меня такое-то прошлогодний и он уже пережил у меня одну баню оставил вот можжевельник для чего это можжевельник тот который колючий есть еще можжевельник казацкий он ядовитый этот еще можно свежий взять даже чай заварить хорошая получается только много не надо кидать ты а тот можжевельник который казацкий мягкий не колючий он можно травиться мне мы сейчас давай правильники потому что слова можжевельник услышали и о можжевельник а вот там город перед город администрации он всегда растет но там и туя пойдет потом да то есть там да можжевельник ой ягодки можжевельник остались сейчас просто парк то есть не будем на них вкусные кстати и как специи используются когда рыбу солит исключительно спец получается мы же и много то есть вот много она ниже можно 5-6 веточек значит я если вот так его бить ну вот он сухой обсыпает приза должен быть свежий смысла его нет то есть бить а значит бьют это поясница это суставы это подошва кстати можжевельник можжевельниковый веник он любимый финами веник они очень его любят но его тоже также используют не каждый день а тогда когда болеешь попробуйте по голове вот такой вот веник взять и по голове после того как вышли из бани и ополоснулись холодной водой да по за по голове по загривку пройтись именно вот такими вот движениями под коленками тоже очень очень необычное движение а вернее ощущение получится это именно не париться то есть это веник видите да но он у меня уже сухой когда убьешь его иголки протыкает кожу потом на что еще кожа сохнет кстати у некоторых а люди на него бывает привет крик мы есть если то есть бьют не бьют его а вот как бы катают пока там вот на себя чтобы не травмировать нос когда вот про прокатываешь дело то что когда прокатывать они нагреваются и горячие иголки по телу проходит вот прям вот ну это уже свой это уже надо показать это обращу это уже не покажешь этот уже все а так вот до хлопаешь я себе поясницу шлёпаю аккуратненько не надо мне не то там ну зачем то есть . будешь просто похлопал наш поясничку коленочек построил похлопал сустава похлопал по этому пошлёпал то есть не так вот ну да 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 я говорю прокатывает это тот веник которым не парятся можжевельник убираем давай его сюда самое вкусное это березовый дубовый веник мы оставим на потом а сейчас еще один веник которым редко кто пользуется редко кто парится но мы его тоже тут случайно вылез нашли и соответственно сиди детства немножечко принесли вот этих вот веточек рассказывал анны и веточки людям об этом же какие-то здесь чего зеленые шарики вкус какой-то запах интересный париться можно но больше для запаха для аромата это вот самый самый вот мои любимые особенно тогда когда распариваешь на открытый камень или в парах специально сейчас делают специально запарники если в запарники вот его запарить запарить аромат ну очень хороший но есть такая хитрость пахнет черемуха а если он когда высунуть он пахнет фазген нет не фазген кто нвп изучал сразу по вспомните про отравляющие газы и вещества у почувствовал запасе черемухи надо сразу кричать команду газы чтобы одеть противогазы черемуха давай про черемухи зачем для чего мощный мощный-мощный один самых мощных вот веников которые убивают микробу она вот такая ядовитая оказывается самое лучшее и собирать тогда когда она цветет когда цена цветет надо просто вот эти цветы убрать можно оставить ничего страшного ну я обычно обрывал почему да это вот с черемуха короче аккуратней почему обрывал потому что вся парилка вот этих маленьких маленьких мусорного дело то что вот листики вот это то есть это цветы черемухи это отдельно они используются как ароматы его настаивают на что на чем-то потом его кипятят их чтобы горло полоскать когда горло болит когда горло болит так черемуху используют вот венечки сделали им тоже можно париться но она больше для аромата его больше для того чтобы она вот запах дала это он дает миндальный вкус а осенью по осень как собрал положил я не знаю как пахнет грецкий орех человек который лежал значит я его парил он так нюхал и дышал откуда вы грецкий орех принесли надо же думать да мне показалось грецкий орех у него кора запах тоже дает вообще черемуха тут она кстати из нее корзину плетут тарантасы вот у тарантасов вот этот в которой я должен сидеть корзина вот это она как раз есть черемаховых веток вот пасмок в который выходит они ровненькие они имеют черный цвет в отличие от его они тоже так же легко гнуться и те которые раньше вот делали тарантасы или корзину который вот зимой ставится на сани вот используя то есть вязание чем из черемах и делали также известно черемах и делали скобы для бочек специально подвязается что вот бочки не завалился крюкот черемах и можно просто положить в этом дома и положить на то есть сделать как матрас на котором можно париться выложили и вот на нем прижать но если целый вечер себе лежать в ней ничего хорошего не будет это также как какая еще трава такая же очень опасная в бане применяется забыл можжевельник казахский не 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 он тоже ядовитый долго ее глаз минут и все название этой травы она тоже она похожа на можжевельник она такая под колючая тоже значит да припал не то же самое не полы нет вообще это классика но руки прочь от полы нет когда она долго мокрая лежит растет она потом такой густой тяжелый западают она не должна лежать мокрый потолочек подвесил пару раз и все вместе с другом как и человека дотереть нет но это уже совсем другую эту ее лучше спирт положить определенную настоять добавить чего-нибудь релости протереть свои а куда полным людям чеках куда вот в отопрел стены так и так вот на собрали чуток сделали так вот здесь только сделаем и пальто не сейчас сушить то мы не будем мы и сразу там сразу в баню то есть это в основном для запаха то есть для запаха для аромата можно также на портере человек тоже но есть так может повторяюсь говорил не говорил что если используются разные травы тоже сам полы ты ее попарился против то есть начало пропотел березкой попарился потом взял протерся вот этой полыню то когда из парилки вышел не надо вливаться надо подождать когда при оставании это все обратно проходит кстати насчет того что тут есть еще можно поспорить проходит и обратно очень мало мы с лекарем тогда было всем не он тогда тоже надо объяснил что да она в парилке когда может отрубить когда ход выходит да это впитывается но очень меньше но больше всего питаться когда ты уже уходишь после парилки это больше всего то есть впитывается больше вот и все так давай знаешь коли он у нас такой маленький и черемуховый мы сейчас на камеру сделаем узел чтобы можно было посмотреть внимательно как ты его девушка так возвращаемся у нас тут прям красная веревка это не то это не обязательно иметь такие концы у этих веревок давай показывать то есть раз два пошло сверху сверху пошло сюда под верхней проходит здесь за завязывается и получается вот она тянется а это сверху ноги делают так что когда завязывать пальцем держит а это не надо пальцем держать потому что вот это получилось так что верхняя будет придерживать не узел инсу что вот если его сделать вот так широко во время и затянуть варю эксплуатации они вот соединяться и узел расслабиться вот это будет не дубовый вот кстати хороший дубовый веник он у меня две бани прожил добивал последний кусок веник не местный или без не не место это не местный веник давайте сейчас прежде чем к березовому веник перейдем вот этот лист отслужил это прошлогодний сбор он отслужил две бани то есть это уже все веник отработал целиком и полностью видите он шуршащий но я его складываю и он не ломает не ломается то есть когда вы в магазине покупаете зимой по весне веники очень простой тест на то как определить хороший веник или плохой берете согнули можете там четвертинку согнуть его еще там раз согнуть то есть если он не сломался значит он даже если вы в кипяток засунете отслужит долг и прав и кстати также проверяют заварился веник или не заварился приготовился не приготовился это уже если ломается значит можно уже парить когда у нас традициях чуваш что башки и чуваши что в тарстане чуваши живут что в сибири чуваши которые сохранились остались которые переехали давно недавно например деревне кошелга и деревне которые из которой выехали из чебосарского района 300 лет друг друга не видели 300 лет назад даже когда масса массово снизаться пошла эти взяли страны нет мы сейчас понимать не будем и уехали туда башкирию я не жили жили пока все равно в этот христианство не дошло то есть своим дохристианским богам молились традиция там и здесь а также ритминга одна и та же сижу думаю как же так как раз музейщиками пообщались как же так это говорит о том что оказывается вот если деревня ушла туда и традиции вот эти банны там и тут сохранились 300 лет они друг друга не видели то есть они знают что там из-за каких родов вышли то значит получается эти традиции 300 лет точно живут может быть но там тоже интересно то что я которую банник или банница будам уж мать огня тоже есть такое довольно-таки интересный вещь узнал но есть еще такой вот праздник когда поминают усопших на кладбище на мазарах ищего мазар и в традициях это обязательно в тот день когда идут на кладбище к сокровственникам напоминать должен сначала помыться в бане попариться веником свежим вот именно сейчас собранный и потом чаде чистой одежды и кредит уже на кладбище не ехать и конч и и так вот его виде этот веник так и называются ищем милики это дверь и милик соборка милик по-татарски как получается этот веник должен иметь в разных районах по-разному один 44 веточек разных травы и веток разного дерева других 77 то есть 44 77 цифра числа 77 трав и 77 разных веточек название не знаю да и вот человек который значит баню собирается вот именно это уже обрядовая баня должен собрать веточку березы веточки вишни веточку того веточку и вот этим веником он должен попариться вот это вот я не знаю со стенки есть у белорусов кто всем да не белорус ребят как славки все давай напрягаемся делаем я хороший осмотреть правильный березовый веник объясняю что вот это не будем брать сломается ноги какие у него да хотя я осложен в сторону сверху убирал как раз сейчас сил на моечный точно не пойдет а так для видов давай объясним то есть это вот вот эти вот коричневые штучки для слова забраковал почки значит он высохнет и когда начнем переди перемещать его они просто обломаются или можно с ним работать если мы его аккуратненько аккуратненько положено что воду полежит в воде размочится хорошо вот тогда еще можно это вот такие вот штуки я думаю вам видно на камеру то есть это вот они это то что надо убирать хоро вот например у них тоже интересно как-то мне сказали все проверить забываю то что то береза который растет внутри в тени она тянется и расстояние между листьев у них листьями сейчас между почками она длины а те которые растут на солнце им тянутся не надо расстояние между листьями между почками меньше на пол сантиметра и поэтому тел который растет на солнце на пушках веньки лучше есть еще веньки с болотной березы на болотах растут и их лист ярко зеленый до 10 доходит потом береза умирает обычно приезжают кумарья быстро нарубили сложили и быстро убежали и уже дома начинают вязать веники чтобы кумаров не кормить когда нужно заготавливать березу так полула мой главный наверно вопрос дуб и береза когда заготавливали заготавливают на вторую неделю после троицы или на петров день раньше по описанию говорилось что когда сильно косили в это время еще и веники заготавливали и когда сено сушили то есть не обязательно это сейчас рядом дома выезжали ты на стан то есть подальше и тут же вместе с сеном туда же выйти коп на стога вот эти сену закладывали все гораздо проще нету никакого никакой привязки к времени года верни к троице не троица то есть очень банально когда было удобно когда лист созрел праздник потому что где-то я договорил до троица после троицы ну на слове и поет когда славе славе и и кращают и да это в этом есть тоже смысл потому что это время как раз молодой он еще не созревание эти семена еще не созрели и в это время зачитать лист иметь много много аминокислот который вот и запада и добру ник добру ник надо собирать можно их просто взять и оторвать это очень долго процесс то есть процесс когда наступает вот как раз брунки начинаются вот лучше этого вот уже а можно и позже когда они начинают сыпаться как больно зайдешь письме этих самов вот я один вот прошла пыл вы собирал значит как собирал веньки говорят этом секатор тихонечко уже сразу подбирают наш под венчик что ты возишься до вечера два венька будет берет подходит хватает то есть вот она висит загнули много берет она веточка раз берет заказа кончик и просто отрывает все каждый раз получается одна веточка хроника сухая зачем нам нужно не нужно все выкинули вот сохранилась так теперь вот на короткая это пойдет на снаружи венька самый внаш вот два два листа тоже то есть 2 9 естественно сотни бы смотрим 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 листок у не очень-то хороший это здесь одна долго находится ну то есть расстояние у смотри какое пойдет на вот так я бы ее не использовал вот они еще лист не раскрылся последний то есть вот это на конце то есть пока еще не созрела но есть еще другое сейчас вот поля не пашутся самосев пошел береза растет а листья до 8 месяцев такие же очень много муравьев которые трю там выращивают и до конца лета восемь не будете ждать когда лист раскроется вот отличная ветка вот вот клайк клайк классика классика сам классика почти ну почти до из того что мне сейчас 30 самый лучший из того который сейчас было вот его это кончики раз у тебя чтение классик значит вот это значит так и никакой размер будет давай средну средненький такой дарил береза у нас много с моей вот для начала можно на безрыбе и рак рыба не кстати подмосковной березы вообще не нравится почему следствие чего по болотам поискать а вот такого тащил убирать надо сразу может оставим для врагов нет вот ай какой красивый дубль под него вот еще тебя делал вот до этого до его пусть и так пока хватит тоже сам по покажу что пошла делать с такими раздвоенными убираем вот эту вот этим береза мне и не совсем нравится то что хорошую найти веточки было листок листков на это вот мы и в середине леса не на пушках собирать потом кто у нас в европу поехал то показали первый я значит сказали русская спа я это был отсюда кстати стартовала делегация из этой бани первой делегации из россии в европу поехал вот отсюда зимой познакомили ребята я отчет я смотрел видео по моему она еще сохранилась в этих этого науком ютуба так очень интересно у нас вот в бане люксеева тоже не понравилось то что вели услугу мойка березовыми для многих людей которые первый раз попробовали было открытие да что как свинька можно быть что так здорово оказывается неужели ну там на специальном острову стружках мы не специально для этого из вашего же мыла специально специально стружка для мытья даже и до из нашего мыла здесь ошибка какая даже вот переворачиваем чтобы он хоть вниз смотрел первое три вот этих ветки торчат вниз а остальное значит формироваться начала здесь то есть у меня у нас вот этих вылетают когда ночью парить она просто развалится вот начинается здесь то есть во время того как собирал потихоньку потихоньку видать его сдвинул по этой слушай на столе все-таки делать для я обычно столе делаю вот этот сюда так это где он там запах еще нет что еще надо да что-то мы с тобой рвали 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 вот на во это липа да а что такого почему бы не пустить все вот можно можно с одной стороны сделать березку так только странно сделать дуб бог да и кучу нет центра можно пустить обложить и так уже уже можно сформировать скажем так мы даже еще у меня береза остатки вот эти мечта посмотреть вот именно вот прям вот он просится ну вот смотри вот теперь вот то есть вот наружной стороны которая с солнца была опять выкладываем схватили какой неравнозначный конечно будет и вот скажу и под пресс его форму принял еще начнем секрет есть в зиму сидят 7 сидя значит трясет веником смотри видишь дняги на лист не упал это в чебоксарах на улице избе ильбекова да ну это было еще получается не сыпется в этом не сыпется и так все с морейский мористом оказывается перед тем как везти в город на продажу веники он эти веники на неделю закапывается в снег лист набирает воду вот то есть влагу он запихивает это мешки спокойно он не крошится не сыпется и везет в город красавчик то есть больше объем может мешки сложить или в коробке а вот беру вот в урнаском районе там он веники значит у нее два погреба в одном картошка там капуста и вот один погреб только для яблок и вот в этом погребе он держит веники веники вот он запах яблок берет веники идет в баню аромат во-первых на раз неделю залезает берет яблоки ведерко и яблок взял веники одни снял другие значит веники положил на эти яблоки для чего чтобы они пропитались запахом до следующей недели и вот каждую неделю сейчас говорю вот горячего засунем лучше у ее запах не будет все равно будет все равно будет он убираю да нет ну просто есть люди которые мурманы вот как раз такой веник для мойки самый тон я могу сделать на 2 позиции было лучше сделать нормально и хоть всего вот но смотри а когда он сохнет он все равно приобретает вот почему под гнет и кладут чтобы он как раз таки был вот таким вот размашистым потому что если вы будете его сушить вот так вот он так кстати такие веники тоже продают именно вот так упаковывают их чтобы меньше места занимало и продают мороженые веники да вот абсолютно нормальный веник которым можно париться легкий удобная ручка ну мы его конечно подпилим здесь вот так вот хорошо все получилось топором обрезать только не будем и ножницы тоже не будем переходим к заключительному нашему сегодняшнему дубовому вот дуб у нас здесь терпимый хороший да кстати вот это такой дуб дуб терпимый но и даже называют английским я как английский а в англии растет да да вот здесь а вот такой же дуб вот именно этот растет в турции даже есть погнали по дубовому венику вот сразу же одна веточка они не раздвоенные и сразу в эти веточки можно взять только вот здесь вступлено на больной а их в прошлом году по поцели . вышли где-то год пройдет можно будет еще раз прийти сюда нужную длину а сейчас мыслую если сейчас сорвем этот палочку то вот эти все когда начнем париться они здесь переломаются и парилки одни листья будет пед лежать и это веник не веник оголик будет еще одна есть веточка ее свежим под край ствола здесь нет вот взять его связать лучше вот здесь вот именно справились не так вот оставляя пеньки насчет дубовые листья они есть во многих знаменах карабельских рыцарских знамен это герб имя и имеет знамя свое вот вот это мы его использовать может чай будем варить заваривать кстати очень хорошо листья пойдут на засолку огурцов помидоров не мариновать и насолить будет хрустящие огурчики я посмотрите вот вам вот из этого еще можно отдельно почему вот это для ребенка можно еще делать вот здесь это не пойдет этот еще для ребенка можно ну чтобы он трехлетний мальчик там девочка трехлетний могли схватить его еще то есть вот я смотрю и жалею что зря вот этот вот эту веточку я связал почему потому что вот через два года можно было четыре ветки хорошие раз два три 4 5 5 вот таких веток можно было бы пустить на велик но сейчас вот шли не пор не получит так вот это уже так отдельно давай набирать опять 2 этот вылезет а вот этот вот это мы вот 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 самые-самые вот как раз из этих веточку таких самый лучший дуб добавить вот мы его в середину положим и вокруг но начнем формировать черемуха попала тоже запаху будут что же это такое вот а теперь смотри каждый раз мы смотрим здесь вот вторую веточку мы положили на лист на пол сантиметра сантиметра этот мы положим уже спирается не вот теперь опять вот здесь вот так это мы вот здесь вот так вот так вот это лист это не ветка вот так как вот так лист или и потом длинный хороший короче какой-нибудь вот патпотт под свои вот это мы уже сюда положим и вот это тоже коробка вот смотрел накрыли накрыли и вот эту накрываем сюда и совсем короткий какой-нибудь который да 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 вот они который сказал завершающие штрихи и пару штук вот этих совершающих так теперь мы одну половинку сделали что положили это будет очень любите видеть и а вот эти для длинных которые вот в центр пойдет как раз большой он не будет махриться вам уйдет внутрь вот так не вижу вот сюда мы же знаем а теперь на где-то рука это должно быть это теперь вот эту накрываем вот я закрывайся вот этому потом на маленькую вот это все у меня маленькие только остались а здесь как раз маленький только тут уже вот теперь вот здесь а вот это вот да теперь вот сюда теперь это еще сюда а теперь совсем вот эти который там как кратыши таки вот даже дальше а потом с этих остатков мы еще вот вместе в миг сделаем с остатками черемохи состав получается вот одна стоит его другая и их снова доход спариваем отличная крома держи было так мы их сушить не будем со зубами нет а тогда две завязки будем делать я тебе сразу под дверь и дал то есть вторую завязку ты делаешь когда уже непосредственно держу баня то есть чтобы в рукоятке не запреснивело есть еще один способ это дядя гриша фамилия не знаю смотрю на него как-то получается у тебя вот веник вот рука . нет более аккуратно человек ну как же так и прям смотришь тут перёвку прям вот туда вот забит закручиваешь как затеек что он все пальцы прилавал там улыбается ну да здесь ручка вас а это какая крона а он оказывается когда вот такой вот венчик сделали чтоб он не болтался вот самый-самый секрет значит я показываю принц а дальше там уже как-то потом смотрю что-то и всех тоненьких прутков там в конце малюсием какую-то большая палка веники нормально всегда и взял разобрал оказывается он вот так сделал повесил на сушку заранее у меня уже приготовлены с этих толстых веточек клин ну савла называть его который берет веник подсох эти веточки то есть завязки немножко расслабли ослабли чтобы не перевязывать чтобы не перетягивать он просто бери брал клин вставлял сюда и его забивал вовнутрь получалось рукоятка распирала здесь они очень так плотно становились что они вот эти веточки рукоятки прям аж внутри заходили плюс что нравилось вот этих венчик рукоятка у него никогда не болтал за счет вот этого клина который воткнул и он сюда и втыкал сюда до сюда то есть нет но мы на весь что ты поцарапал человек и гурсал забиваешь да ну да заметил да заметил ты сразу сказать что заметил так ну вот сформировали в веник и классика береза и классика дуб ручки вы сами видите прям маленькие ручки должны быть удобнее кстати можно послушать ну не знаю мне вот нравится на самом деле не больше чем это то есть то что хорошо берется в руку без каких-то этих очень толстый очень толстым становится еще и достаточно тяжелым да вот от меня тоже немножко вы кошмаривает если вот мы сейчас сравним да то есть большой опахальный веник маленькая ручка здесь буквально да там 78 ставить красота нет но это старый уже то есть по сути дела вот видите чуть чуть больше друг кавказский здесь ручку на раза больше ушла он более плотно это уже зависит от того какую плотность для чего какой вот веник прослужит но я думаю там на две три бани его вполне будет достаточно до 1 венчик 2 венчик что у нас еще осталось крапива на венчик давай достанем или лиловой веник вот собственно говоря за таким приятным разговором связали кучу веников слов дуб заготавливают до какого времени я заготавливал даже в сентябре ну да я дал почему пока его лигу даже вот кончики листья были желтые желтеть начали сможешь там а береза 1 начинает желтеть вот один из первых клен клен так уже сможешь думать так так но сейчас он лист мягкий нежный в августе он уже немножко грубее дальше покажу ли не на 1 до 1 июля как бы но в нашей полосе у всех одинаково не у всех одинаково то есть скажем вот сейчас уже начали заготавливать уже в краснодарском крае нужно давно пора тому же лето вовсю идет у нас пока еще лист не созрел так что слава большое спасибо большое спасибо баням алексееву за подарки обязательно обязательно туда езжайте а мы со славой растапливаем печку идем в баню и еще если вы меня там увидите кстати огромное количество людей почему-то очень много вопроса дает в день но два-три консультации делаю оба что не делаю и хожу довольны что разговаривать не надо было можно молчать спокойные как будто не напрягаться приходит а как правильно а как правильно как тебе нравится вот таки правильно то есть не надо себе насилует а то скажет правильно сидеть там 10 минут и будет на время сидеть стрелку и считать когда он там до 10 минут будет может ему хватит 3 минут а может 20 то есть люди все разные организм все равно по ощущениям до как ты хочешь как нравится так да так вроде все осветили про трава расскажем как-нибудь следующий раз ой тут еще да я уже понимаю хочу еще рассказать разные там вкусняшки разные интересные вещи вот например никогда не вот про клин я никому никогда не рассказывал сейчас помнил ну вот и сказал процессе раз если бы ты меня не позвал бы никто бы не узнал про клин который там вбивается собственно говоря все большое спасибо вам спасибо все большое спасибо слава еще извиняюсь что давай там вопросы задавайте ответил я устал уже легкого порода ребят а мы пошли в баню как раз уже с вечерела